всем привет я марина и с вами школа sacramel как на коротких натуральных ногтях сделать четкий квадрат без использования нижних и верхних форм в этом видео поехали посмотрим на ручки наши модели очень красивая длинная ногтевая пластина но если присмотреться свободный край тонкий изгибается и видно что ноготь расслоился из-за того что модель сорвала предыдущее покрытие которая проносила довольно таки долго поэтому сегодняшняя задача сделать красивую форму четкий квадрат достроить углы и будем это делать без применения нижнюю форм верхней форм каких-либо шаблонов только при помощи материалов это простой способ с которым справится даже новичок если вы совсем не умеете моделировать ногти но для начала выполним маникюр наношу тальк почему-то он всегда так наносится знаете где-то мимо попадает мы его втираем и остатки убираем щеткой и теперь буду выполнять комбинированный маникюр кстати говоря талька я использую не всегда только если вижу что кожа и кутикула влажные и нуждаются в подсушивании в таком случае будет легче происходить обработка насадка не будет забиваться если к примеру у клиента сухая сама по себе кожа то зачем дополнительно ее подсушивать в таком случае тальк присыпку я не использую поэтому тут важно разбираться в типах кожи и кутикулы клиента и подбирать правильный вид маникюра правильную технику правильные материалы то есть строя такую перспективу нашей работы с конкретно данными руками и с данным клиента ну а мы вот так быстро приподняли кутикулу и теперь выполняем срез в принципе кутикула не объемная поэтому такой маникюр не занимает большого количества времени опытного мастера он займет буквально 15 ну максимум 20 минут и мелкие заусенки шлифую при помощи силикон карбидного шлифовщика для того чтобы прямо кожа вот колоснящийся блестящий и красивый мне очень нравится использовать эту насадку обезжириваем ногтевую пластину и подготавливаем покрытие наношу праймер бескислотный потому что вижу что были отслойки по свободному краю к тому же клиент сорвал себе покрытие значит ноготь более гибкий и нужно дополнительно обеспечить химическую сцепку для того чтобы была адгезия между ногтем и материалом и по этой причине использую пластичную базу и наношу ее в тонкий слой она будет повторять движение ногтевой пластины и не будет скалываться для восстановления формы буду использовать гели желе кстати подписывайтесь на наш телеграм-канал сокромел в нем я поделюсь артикулами и названиями гелей которые использовала для достраивания углов мне нравится вот такие молочные оттенки потому что они максимально подстраиваются под цвет свободного края и практически не видно этого искусственного материала поскольку ногти у моей модели растут вниз моя задача будет выстроить ровную линию от наивысшей точки промазываю нижнюю часть ногтевой пластины ставлю капельку и слева направо по воздуху вытягиваю материал с гелем желе мы работаем именно по воздуху если мы начнем проникать кистью глубоко в покрытие то у нас получится бугорки и рыдвины по этой причине многие мастера мне нравится гель желе потому что не умеют им правильно работать но поверьте когда вы приловчитесь когда вы научитесь правильно работе с ним вы в него просто влюбитесь это идеальный материал для ремонта для достраивания скрученных стенок для моделирования потому что без форм мы можем вытянуть отсутствующие углы мы можем отремонтировать что-то и обычный гель желе они более жесткие более прочные а поскольку мы нанесли на стрессовую зону на точки в роста материал то у нас будет хорошая носибельность могу себе помочь тонкой кистью и вытянуть где-то уголки для того чтобы их сформировать если видите что недостаточно толщины на свободном крае и все равно продольная арка смотрит немного вниз в таком случае можно еще подбавить слегка материала но честно говоря тут не было цели знаете конкретно исправить рост натуральных ногтей нет они мне нравятся они красивы красивая ногтевая пластина натуральная именно и это хотелось подчеркнуть нравятся мои ролики хотите знать больше о маникюре приглашаю присоединиться и получить доступ к базе знаний школы sacramel более 20 видео курсов по цене одного с получением сертификата они доступны по всему миру подробнее читай в описании и конечно подписывайся на канал гель желе можно просушивать фонариком чтобы подхватить вот эти висящие уголочки либо можно быстренько отправить в лампу на просушку также можно работать по несколько ногтей конечно если ваш клиент аккуратный и не заденет материал после просушки снимаем материал и будем опиливать форму и поверхность слегка смотрите можно работать здесь без опила сначала выполнить укрепление например молочным гелем и затем все сразу сверху попилить есть разные техники сегодня я выполняю именно такую где мы свободный край опиливаем и теперь зону около кутикулы будем достраивать очень красивой базой розового полупрозрачного оттенка с мелким шиммером и у нас получится такой как бы baby boomer переход в зоне кутикулы слегка розовый цвет а на свободном крае уже молочный и тут я не накладываю много материала а как будто бы просто промазывать делает тонкий слой потому что мы подняли свободный край архитектура у модели красивая и отправляем лампу на просушку и теперь мы дополняем дизайном у нас будут слайдеры вот такой лайфхак по использованию слайдеров я отпечатываю штампиком слайдеры и затем переношу на ногтевую пластину наверняка вы видели уже в моих многих видео отпечатываю на липкий слой и тогда слайдер очень хорошо устанавливается все мелкие складочки легко разглаживаются все и покрываем теперь топом топом слегка вот под выравниваю просто чтобы была ровная поверхность опять же не накладываю большие объемы чтобы не испортить внешний вид ногтей после просушенного топа подпиливаем торцы и делая форму еще более четкой ну и конечно не забываем оформить изнанки оформляю линию волоса переворачиваю пальчик и выпиливаю толщину изнутри она совсем небольшая просто необходимо загладить переход от натурального ногтя к искусственному материалу помимо этого в такой технике плюс в том что мы слегка выпилил натуральный ноготь плюс он также у нас запечатан искусственным твердым материалом и у нас не будет отхождение ногти скручивания у нас он будет так носиться прекрасно поэтому пробуйте данный способ он совсем не сложный я уверена у вас получится наш результат тонкие и прочные ногти понравилось поддержите поставьте пальчик вверх и смотрите другие видео на канале с укреплением ногтей но я желаю всем успеха в работе счастливо пока пока